Повесть временных лет Открывается летопись библейским преданием о расселении народов. После потопа трое сыновей Ноя разделили землю. Сим, Хам и Афет. И достался восток Симу. Хам уже достался юг. И Афет уже достались северные страны и западные. Европейские народы, в том числе и славяне, являются потомками Иафета. После рассказа о расселении потомков Ноя в летописи следует история Вавилонской башни. И когда умножились люди на земле, замыслили они создать столб до неба. И около него город Вавилон. И строили столб тот сорок лет. И не завершили его. И сошел Господь Бог и сказал, Вот род един и народ един. И смешал Бог народы, и разделил, и рассеял по всей земле, и ветром великим разрушил столб. И остатки его между Осирией и Вавилоном. Горделивый замысел людей был не угоден Богу. История эта сохранилась до наших дней в выражении «Вавилонское столпотворение». Летопись повествует о том, как после Вавилонского разделения Славяне в числе других племен стали осваивать новые территории. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись по земле и прозвались именами, от мест на которых сели. Одни на реке Марава и прозвались Марава. А другие назвались Чехи, Хорваты и Сербы. Некоторые народы, упоминаемые в летописи, и сегодня населяют те же земли. Эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались Поляна. А другие древлянами, потому что сели в лесах. А другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные назвались Палачанами по реке, впадающей в Двину, именуемой Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем – Славянами. Среди славян летопись особо выделяет Полян, будущих строителей Киева. С давних пор эта земля получила апостольское благословение. В летописи говорится о посещении Днепровских гор апостолом Андреем Первозванным. Андрей пришел и стал под горами на берегу и сказал бывшим с ним ученикам – «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия. Будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». «И взойдя на горы эти благословил их, и поставил крест, и помолился Богу». В словах апостола была явлена воля Божья на создание нового государства. Великого государства Субтитры создавал DimaTorzok В начале XII века преподобный Нестор Летописец составил повесть временных лет. О том, как на месте Днепровских гор был основан город Киев, летопись повествует так. И были три брата. Один по имени Кий. Другой Щек. И третий Хариф. А сестра их Лыбедь. И построили город в честь старшего своего брата и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик. И ловили там зверей. А были тем уже мудры и смыслины. И назывались они полянами. От них поляне и до ныне в Киеве. Память о легендарных основателях города сохранилась до наших дней. В 862 году между славянскими племенами началась усобица. Чтобы вернуть мир, они решили позвать на княжение варягов. Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. Славяне надеялись на мудрое правление князей на Руси. Согласно летописи, первыми славянскими князьями были варяги. Рюрик и два его брата, Тровар и Сениус. Рюрик стал княжить в Великом Новгороде. С 879 года новгородским князем становится Олег. Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу, родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря. Ибо был тот еще очень мал. Со времени правления князя Олега начинается собирание земель вокруг Киева. Древляне, Северяне, Кривичи, Радимичи, Меря платили Олегу дань, а он со своей дружиной обязался защищать их от набегов кочевников. С 882 года ведется отсчет существованию древнего государства, названного Киевской Русью. «И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжик тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади. И сам приступил, неся младенца Игоря. Я послал к Аскольду и Диру, говоря им, что где мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из злодей. И убили Аскольда и Дира. И погребли Аскольда на горе. И сел Олег, княжа в Киеве. И сказал Олег, да будет это мать городам русским. С того времени начинается правление в Киевской Руси и установление дани славянам, кривичам, мере и варягам для сохранения мира. Киевской Руси. Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Книжение Олега Поход на Царьград В начале XII века преподобный Нестор Ледописец составил повесть временных лет. В 907 году собрался Олег с большим войском идти войной против греков. Пошел Олег на греков Оставив Игоря в Киеве Взял же с собой множество варягов и славян И чуди И кривичи И мерю И древлян И родимичи И полян И северян И вятичи И хорватов И дулебов И тиверцев Известных как толмачи Этих всех называли греки Великая Скифь В составе войска Олега Были представители всех народов молодого древнерусского государства Через несколько десятков лет после неудачного похода Аскольда и Дира Под стенами Константинополя вновь появляются славянские воины Во главе с киевским князем Олегом Пошел Олег на конях и в кораблях И было кораблей числом 2000 И пришел к царь Гран Греки же город затворили И вышел Олег на берег И начал воевать И много убийств сотворил в окрестностях города грекам И разбили множество палат И церкви пожгли И много другого зла сделали русские грекам Как обычно делают враги По повести временных лет это был не просто набег Олег привел огромное войско Конницу и Большой флот И повелел Олег своим воинам Сделать колеса И поставить на колеса корабли И когда подул ветер Подняли они в поле паруса И пошли к городу Греки увидев это Испугались и сказали Не губи города Дадим тебе дань какую захочешь И остановил Олег воинов Вынесли ему пищу и вино Но не принял его Так как было оно отравлено И испугались греки И сказали Это не Олег Но святой Дмитрий Посланный на нас Богом Греки стали просить у Олега мира Чтобы он не воевал на греческой земле После перемирия Они были обязаны заплатить дань русским городам Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Повесть временных лет Книжение Олега Договор с греками Много древних сказаний об истории Руси были собраны в повести временных лет преподобным Нестором-летописцем После победы над Царьградом в 912 году князь Олег заключил мир между греками и русскими Первыми словами нашего договора помиримся с вами греки и станем любить друг друга от всей души и по доброй воле И не дадим произойти никакому обману или преступлению отсущих под рукою наших светлых князей Но постараемся, насколько в силах наших сохранить с вами, греки в будущие годы и навсегда неизменную дружбу изъявлением и преданием письму с закреплением клятвой удостоверяемую Также вы, греки, соблюдайте такую же непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским И ко всем, кто находится под рукой нашего светлого князя всегда и во все годы Договор охватывал все стороны жизни и деятельности русских и греков Были установлены правила взаимопомощи и разрешения конфликтов между греками и русскими в случае стихийных бедствий, краж или разбоя Олег же, немного отойдя от столицы начал переговоры о мире с греческими царями И послал к ним в столицу со словами Платите мне дань И сказали греки Что хочешь, дадим тебе И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по 12 гривен науключено А затем дать дань для русских городов Прежде всего для Киева Затем для Чернигова Для Переяславля Для Полоцка Для Ростова Для Любича Для Любича И для других городов Ибо по этим городам сидят великие князья Подвластные Олегу Выплатив дань всему войску Олега Греки должны были также выдавать все нужное для жизни русских послов и купцов В тексте договора о мире Были установлены правила жизни и торговли Русских гостей и купцов Приходящих на греческую землю Приходящие сюда русские Пусть живут у церкви Святого Мамонта И пришлют к ним от нашего царства Тогда возьмут полагающиеся им Сперва те, кто пришли из Киева Затем из Чернигова И из Переяславля И из других городов И пусть входят в город Только через одни ворота В сопровождении царского мужа без оружия По 50 человек И торгуют сколько им нужно Не уплачивая никаких сборов С тех пор Русь не нарушала этих правил А наоборот укреплялась в многолетней дружбе Между греками-христианами и русскими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Повесть временных лет Книжение Олега Смерть Олега В начале 12 века Преподобный Нестор Летописец Составил повесть временных лет После победы над Царьградом В 912 году Князь Олег заключил мир Между греками и русскими Договор охватывал Все стороны жизни и деятельности Русских и греков Греческие цари Леон и Александр Заключили мир с Олегом Они обязались уплачивать дань И присягали друг другу Сами целовали крест А Олег с мужами Клялись своим оружием и пероном Редактор субтитров А.Семкин И сказал Олег Сшейте для Руси Паруса из павлок И повесил щит свой на вратах В знак победы И пошел от Царьграда И вернулся Олег в Киев Неся золото и павлоки И плоды и вино И всякое узорочье Царь же Леон почтил Русских послов дарами Золотом и шелками И драгоценными тканями И приставил к ним своих мужей Показать им церковную красоту Золотые палаты И хранящееся в них богатство Драгоценные камни И страсти Господни Венец, гвозди, багреницу И мощи святых Учая их вере своей И показывая им Истинную веру И так отпустил их В свою землю С великою честью И заключили мир И договор между Греческую и Русскую землей И установили не приступать Клятвы Ни грекам Ни Руси И жил Олег Княже в Киеве Имея мир со всеми странами Пришла осень И он вспомнил Своего коня Которого прежде Поставил кормить Решив никогда На него не садиться Спрашивал он Волхвов Отчего я умру? И сказали ему От коня Твоего Любимого И сказал Олег Никогда не сяду На него больше И повелел Кормить его И не водить его К нему А когда вернулся В Киев Помянул своего коня Где конь мой Которого приказал я беречь? Ему ответили Умер Олег же посмеялся И укорил Кудесника Неверно говорят Волхвы Конь умер А я жив И приехал на место Где лежали его кости Слез с коня И сказал От этого ли черепа Смерть мне принять? И ступил он Ногою на череп И выползла Из черепа змея И ужалила его В ногу И от того Разболелся И умер Оплакивали его все люди Плачем великим И похоронили на горе Щековица Место это стало называться Олеговой могилы Княжил Олег в Киеве Всего 33 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Просвещение славян. Кирилл и Мефодий В начале XII века преподобный Нестор Летописец составил повесть временных лет. С 866 года Русь уже упоминается в греческом летописании При рассказе о чудесном спасении Константинополя от нападения славян Царь всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы во Влохерне. И вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы И смочили в море ее полу Тут внезапно поднялась буря с ветром И встали огромные волны Разметало корабли безбожных русских И прибило их к берегу и переломало так, что немногим из них удалось вернуться домой Заступничество Богородицы уберегло тогда Царьград Впоследствии православная Русь стала духовной преемницей Византии Еще до крещения Руси князем Владимиром Среди русов и варягов уже были христиане Но они не имели своей грамоты и книг Когда славяне жили уже крещеные Князья их послали к царю Михаилу, говоря Земля наша крещена, но нет у нас учителя Который бы нас наставил и объяснил святые книги Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского Одни учат нас так, а другие иначе От этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения И пошлите нам учителей, которые бы могли нам истолковать слова книжные и смысл их Услышав это, царь Михаил созвал всех философов И передал им все сказанное славянскими князьями И сказали философы В Селуне есть муж именем Лев Имеет он сыновей, знающих славянский язык Два сына у него, искусные философы Услышав об этом, царь послал за ними ко льву в Солунь С просьбой отправить к нему без промедления своих сыновей Мефодия и Константина Славянская земля прислала послов Прося себе учителя для перевода священных книг Узнав о том, что славянская земля просит себе учителей для перевода священных книг Лев посылает из Солуни к царю своих сыновей Мефодия и Константина В монашестве Кирилла И уговорил их царь и послал в славянскую землю Когда же братья пришли, начали они составлять славянскую азбуку И перевели апостол и Евангелие И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке Затем перевели Псалтырь и Актоих и другие книги Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский народ А Мефодий остался в Моравии Посадил двух хороших скорописцев И перевел все книги полностью с греческого языка на славянский За шесть месяцев Закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу В конце девятого века для славян, маравов, чехов, русских и болгар Святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием Была составлена славянская грамота Написаны тексты и песнопения для богослужений Православной Церкви Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Книжение Игоря В начале XII века преподобный Нестор Летописец составил повесть временных лет После смерти Олега в 913 году в Киеве стал княжить сын Рюрика Игорь Он покорил восставшие племена древлян и угличей, заставив их платить дань Женой Игоря была Ольга, родом из Пскова И затворились от Игоря древляне по смерти Олега В год 914 Пошел Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олеговой В год 915 пришли впервые печенеги на русскую землю и, заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю В те же времена пришел Симеон, пленяя Фракию Греки же послали за печенегами Когда же печенеги пришли и собрались уже выступить на Симеона, греческие воеводы расссорились Печенеги, увидев, что они сами между собою ссорятся, ушли в освоязь А болгары сразились с греками и перебиты были греки В год 920 У греков поставлен царь Роман Игорь же воевал против печенегов Во время правления Игоря русская земля впервые подверглась набегам кочевников печенегов Игорь дал отпор печенегам И они были вынуждены удалиться в Бессарабию Но с 920 года вновь начали вторгаться в просторы Руси В 941 году князь Игорь пошел походом на Царьград Но закончился поход для русских неудачно И большая часть войска была уничтожена И подплыли, и стали воевать страну И попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии Много святых церквей предали огню Монастыри и села пожгли И по обоим берегам захватили немало богатств Русские вышли против греков с оружием И в жестоком сражении едва одолели греки Русские возвратились к дружине своей И ночью, сев в ладьи, отплыли Феофан же встретил их в ладьях с огнем И стал трубами пускать огонь на ладьи русских Русские бросились в воду морскую Стремясь спастись И оставшиеся возвратились домой И придя в землю свою Поведали о ладейном огне Будто молнию небесную имеют у себя греки И пускай ее, пожгли нас Оттого и не одолели их Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов И послал за море к варягам Приглашая их на греков Игорь вновь пошел на греков в 943 году Византийцы были предупреждены О многочисленном русском войске И предложили Игорю мир Который был принят князем После похода 944 года Князь Игорь больше не воевал И даже на сбор Дани Отправлял дружину своего боярина Свенельда Чем была недовольна дружина самого Игоря Игорь же начал княжить в Киеве Мир имея ко всем странам И пришла осень И стал он замышлять пойти на древлян Желая взять с них еще большую дань В год 945-й сказала дружина Игорю Отроки Свенельда и заделись оружием и одеждой А мы наги Пойдем, князь, за данью И себе добудешь и нам И послушал их Игорь Пошел к древлянам за данью И прибавил к прежней дани новую Взяв дань, пошел он в свой город Когда же шел он назад Сказал своей дружине Идите зданию домой А я возвращусь и похожу еще И отпустил дружину свою домой А сам с малой частью дружины вернулся Желая большего богатства Древляне же, услышав, что идет снова Держали совет с князем своим малым Если не убьем его, то всех нас погубят И послали к нему, говоря Зачем идешь опять? И не послушал их Игорь И древляне, выйдя из города Убили Игоря и дружинников его И погребен был Игорь И могила его в деревской земле И до сего времени К концу правления Игоря Власть русичей распространилась По обе стороны Верхнего и Среднего Днепра На юго-восток, до Кавказа и Таврических гор И на север, до берегов Волхова Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Правление Ольги Много древних сказаний об истории Руси Были собраны в повести временных лет Преподобным Нестором Летописцем После смерти князя Игоря За малолетством его сына Святослава Русью стала править жена Игоря Ольга Древляне после убийства Игоря Прислали к Ольге сватов Звать ее замуж за своего князя мало Княгиня Ольга славилась своей мудростью и решительностью И она не собиралась прощать древлянам Смерть своего мужа И поведали Ольге, что пришли древляне И призвала их Ольга и сказала им Так говорите же, зачем пришли сюда? Ответили древляне Мужа твоего мы убили Так как муж твой, как волк Расхищал и грабил А наши князья хорошие Потому что берегут деревскую землю Пойди замуж за князя нашего За мало Сказала же им Ольга Хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими Ныне же идите к своей ладье А утром я пошлю за вами А вы говорите, не едем на конях Ни пеши не пойдем Но понесите нас в ладье Ольга же приказала выкопать яму глубокую На теремном дворе На следующее утро послала Ольга за гостями И пришли к ним и сказали Зовет вас Ольга для чести великой Они же ответили Не едем ни на конях, ни на вазах И пеши не идем Но понесите нас в ладье И понесли их в ладье И принесли их на двор к Ольге И сбросили их вместе с ладьей в яму И спросила их Ольга Хороша ли вам честь? Они же ответили Горше нам Игоревой смерти Княгиня сурово расправилась с послами А затем подошла с войском к столице Древлян Городу Искоростень Начало княжения Святослава сына Игорева В год 946 Ольга с сыном своим Святославом Собрала много храбрых воинов И пошла на деревскую землю И вышли древляне против нее И когда сошлись оба войска Святослав бросил копьем в Древлян И копье пролетело между ушей коня Ибо был Святослав еще ребенок И сказали, князь уже начал Последуем дружина за князем И победили древлян Древляне же побежали И затворились в своих городах Ольга же устремилась с сыном Городу Искоростень Так как те убили ее мужа И стало около города А древляне затворились в городе И стойко оборонялись Ибо знали, что убив князя Не на что им надеяться И стояла Ольга все лето И не могла взять города И замыслила так Послала она к городу со словами До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне И согласились на дань И уже возделывают свои нивы и земли А вы, отказываясь платить дань Собираетесь умереть с голода Древляне же ответили Мы бы рады платить дань Но ведь ты хочешь мстить за мужа своего Княгиня Ольга усмирила древлян И отомстила за смерть мужа Древляне же спросили Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха Она же сказала Нет у вас теперь ни меду, ни мехов Поэтому прошу у вас немного Дайте мне от каждого двора По три голубя Да по три воробья Вы же изнемогли в осаде от того И прошу у вас этой малости Древляне же, обрадовавшись Собрали от двора по три голубя И по три воробья И послали к Ольге с поклоном Ольга же сказала им Вот вы и покорились уже мне И моему детяти Идите в город А я завтра отступлю от него И пойду в свой город Ольга же, раздав воинам Кому по голубю, кому по воробью Приказала привязывать К каждому голубю и воробью Труд И когда стало смеркаться Приказала Ольга пустить голубей и воробьев Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда Голуби в голубятни, а воробьи под стрехи И так загорелись Где голубятни, где клети Где сараи и сеновалы И не было двора, где бы не горело И нельзя было гасить Так как сразу загорелись все дворы А как взяла город и сожгла его Городских же старейшин забрала в плен А остальных оставила платить дань После покорения древлян Княгиня Ольга назначила для всех племен Точные размеры дани И определила места, куда должны были свозить дань Погосты Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Повесть временных лет, составленная преподобным Нестором Ледописцем Монахом Киево-Печерского монастыря Содержит изложение древнейшей истории славян От первых киевских князей до начала 12 века Покорив древлян, княгиня Ольга в 947 году Отправилась в новгородские и псковские земли Строить новые города, уравнивать подати и оброки Так постепенно устраивалось древнерусское государство И возложила на древлян тяжкую дань Две части дани шли в Киев, а третья в Выжгород Ольге Ибо был Выжгород городом Ольгиной Отправилась Ольга к Новгороду И установила по мсте погосты и дани И по луги оброки и дани И ловищи ее сохранились по всей земле И есть свидетельства о ней И места ее и погосты А сани ее стоят в Пскове и поныне И по Днепру есть места ее для ловли птиц И по Десне И сохранилось село ее Ольжичи до сих пор И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев И там пребывала с ним в любви К самому славному деянию княгини Ольги Относятся принятие ею православной веры и святого крещения В столице Византии Константинополя В год 955-й отправилась Ольга в греческую землю к царьграду И был тогда царь Константин И пришла к нему Ольга и подивился царь ее разуму Беседуя с нею И сказал ей Достойно ты царствовать с нами в столице нашей Она же ответила царю Я язычница Если хочешь, то крести меня сам Иначе не крещусь И крестил ее царь с патриархом Просветившись же, она радовалась душой и телом И наставил ее патриарх в вере Благословенна ты в женах русских Так как возлюбила свет и оставила тьму Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих И дал ей заповеди о церковном уставе О молитве, о посте, о милостыне И о соблюдении чистоты телесной Она же стояла, внимая учению И поклонилась патриарху со словами Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских И было наречено ей в крещении имя Елена Как и царице матери Константина Великого Она, собравшись домой, пришла к патриарху И попросила у него благословения Люди мои и сын мой язычники Да сохранит меня Бог от всякого зла И благословил ее патриарх И отправилась она с миром в свою землю После принятия христианской веры Княгиня Ольга не могла равнодушно смотреть на то Как ее сын и народ земли русской Продолжали следовать языческим обычаям Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом И учила его принять крещение Но он и не думал прислушаться к этому Но если кто собирался креститься То не запрещал А только насмехался над тем Ибо для неверующих вера христианская Ее родство есть Так и Ольга часто говорила Я познала Бога, сын мой, и радуюсь Если и ты познаешь, тоже станешь радоваться Он же не внимал там Говоря, как мне одному принять иную веру А дружина моя станет насмехаться Она же сказала ему Если ты крестишься, то и все сделают то же Он же не послушался матери Продолжая жить по языческим обычаям Однако Ольга любила своего сына Святослава И говаривала Да будет воля Божья Если захочет Бог помиловать род мой и землю русскую То вложит им в сердце то же желание Обратиться к Богу, что даровал и мне И говоря так, молилась за сына И за людей всякую ночь и день Воспитывая сына до его возмужалости И совершеннолетия Святослав так и остался язычником А княгиня Ольга посеяла в земле русской Семена православной веры Семена православной веры Повесть временных лет Походы Святослава В 12 веке преподобным Нестором Летописцем Монахом Киево-Печерской обители Была написана Повесть временных лет В 964 году Святослав со своей дружиной Совершил первый военный поход Он продолжался более трех лет Когда Святослав вырос и возмужал Стал он собирать много воинов храбрых И быстрым был словно партус И много воевал Походу же не возил за собою Ни вазов, ни котлов Не варил мясо Но тонко нарезав конину Или зверину Или говядину И зажарив на углях Так ел Не имел он шатра Но спал, постелая потник С седлом в головах Такими же были и все остальные его воины И посылал в иные земли со словами Хочу на вас идти И пошел на Акурику и на Волгу И встретил Вятичей И сказал Вятичем Кому дань даете? Они же ответили Хазарам В год 965-й Пошел Святослав на Хазар Услышав же, Хазары вышли навстречу Во главе со своим князем Каганом И сошлись биться И в битве одолел Святослав Хазар И столицу их Белую Вежу взял И победил Ясов и Касонов В год 966-й Вятичей победил Святослав И дань на них возложил Так было уничтожено Хазарское ханство Главная угроза Руси в то время С тех пор Великая река Волга Становится Русской рекой В 967 году князь Святослав Со своей дружиной завоевал Болгарию И обосновался на Дунале Русь тем временем оставалась без князя В год 968-й Пришли впервые печенеги на русскую землю А Святослав был тогда в Переиславце И заперлась Ольга со своими внуками Ярополком, Олегом и Владимиром В городе Киев И осадили печенеги город силою великой И нельзя было ни выйти из города Ни вести послать И изнемогали люди от голода и жажды И собрались люди с той стороны Днепра И нельзя было никому из них Пробраться в Киев Ни из города к ним И сказали Нет ли кого Кто бы смог перебраться на ту сторону И сказать ему Если не подступите утром к городу Сдадимся печенегам И сказал один отрок Я проберусь Он же вышел из города Держа уздечку И побежал через стоянку печенегов Спрашивая их Не видел ли кто-нибудь коня Ибо знал он по-печенежски И его принимали за своего И когда приблизился к реке То бросился в Днепр И поплыл Печенеги кинулись за ним Но не смогли ему ничего сделать На том берегу подъехали к нему владье Взяли его И привезли к дружине Воевода же их претич Сказал Пойдем завтра в ладьях И захватив княгиню и княжичей Умчим на этот берег Если же не сделаем этого То погубит нас Святослав И наутро сели владьи И громко затрубили А люди в городе закричали Печенеги же решили Что пришел князь И побежали от города В рассыпную Спасаясь в осажденном городе Ольга послала гонцов к Святославу С просьбой вернуться И защитить их И вышла Ольга С внуками и людьми к ладья Печенежский же князь Увидев это Возвратился один К воеводе претичу И спросил Кто это пришел? А тот ответил ему Люди той стороны Печенежский князь спросил А ты не князь ли? Претич ответил Я муж его Пришел с передовым отрядом А за мной идет войско С самим князем Бесчисленное их множество Так сказал он Чтобы их припугнуть Князь Печенежский Сказал претичу Будь мне другом И подали они Друг другу руки И дал Печенежский Князь претичу Коня Саблю И стрелы Тот же дал ему Кольчугу Щит И меч И отступили Печенеги от города И нельзя было Коня напоить Стояли Печенеги На лыбете И послали Киевляне К Святославу Со словами Ты князь Ищешь чужой земли И о ней заботишься А свою покину А нас чуть было Не взяли Печенеги И мать твою И детей твоих Если не придешь И не защитишь нас То возьмут таки нас Неужели не жаль тебе Своей отчины Старой матери Детей своих Услышав это Святослав с дружиною Быстро сел на коней И вернулся в Киев Приветствовал мать свою И детей И сокрушался О перенесенном От Печенегов Святослав прогнал Печенегов в степь И наступил мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Кончина княгини Ольги В начале 12 века Преподобный Нестор Летописец Составил повесть временных лет После набега Печенегов на Киев Святослав княжил недолго И весной 969 года Просил княгиню Ольгу Отпустить его из города Сказал Святослав матери своей И боярам своим Не любо мне сидеть в Киеве Хочу жить в Переяславце на Дунае Ибо там середина земли моей Туда стекаются все блага Из греческой земли Золото, паволоки, вина, различные плоды Из Чехии и из Венгрии Серебро и кони Из Руси же меха и воск Мед и рабы Отвечала ему Ольга Видишь, я больна Куда хочешь уйти от меня Ибо она уже разболелась И сказала Когда похоронишь меня Отправляйся куда захочешь Через три дня Ольга умерла И плакали по ней плачем великим Сын ее и внуки ее И все люди И понесли И похоронили ее На выбранном месте Ольга же завещала Не совершать по ней тризды Так как имела при себе священника Тот и похоронил Блаженную Ольгу Святослав по сыновней любви Обещал матери все исполнить Он послал золото в Царьград Напомин ее души Плакал по кончине Плакал по кончине княгини Ольги весь народ Потеряв в ее лице Мудрейшую строительницу земли русской Блаженная Ольга Блаженная Ольга С малых лет искала мудростью Что есть самое лучшее в свете этого И нашла многоценный жемчуг Христа Была она предвозвестницей христианской земле Как денница перед солнцем Как заря перед рассветом Она ведь сияла как луна в ночи Так и светилась среди язычников Как жемчуг в грязи Были тогда люди Загрязнены грехами Не омыты святым крещением Она первая из русских Вошла в царство небесное Ее и восхваляют сыны русские Свою начинательницу Ибо и по смерти молится она Богу За Русь Ведь души праведных не умирают Как сказал Соломон Радуется народ похваляемому праведнику Память праведника бессмертна Так как признается он и Богом и людьми Здесь же ее все люди прославляют Видя что она лежит много лет Нетронутая тлением Ибо сказал пророк Прославляющих меня прославлю В 1547 году Русская православная церковь Причислила великую княгиню Российскую Ольгу К лику святых В равноапостольном чине Оплакав кончину матери Святослав отдал свои владения сыновьям А сам отправился в Болгарию На Дунай В год 970 Святослав посадил Ярополка в Киеве А Олега у древля В то время пришли новгородцы Прося себе князя Если не пойдете к нам То сами добудем себе князя И сказал им Святослав А кто бы пошел к вам И отказались Ярополк и Олег И сказал Добрыня Просите Владимира Владимир же был от малуши Ключницы Ольгины Малуша же была сестра Добрыни Отец же им был малклюбичанин И приходился Добрыня дядей Владимиру И сказали новгородцы Святославу Дай нам Владимира Он же ответил им Вот он вам И взяли к себе новгородцы Владимира И пошел Владимир с Добрынью Своим дядей в Новгород А Святослав В Переяславец Новгородцы хотели Чтобы у них был свой князь Знавший их обычаи До сих пор они терпели Киевского посадника Потому что во всей Руси Был только один князь Но когда древляне Получили своего князя Новгородцы тоже захотели Иметь своего Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Гибель Святослава Много древних сказаний Об истории Руси Собрано в повести временных лет Преподобным Нестором Летописцем В отсутствие Святослава Болгары вошли в тесную дружбу с греками И успели снова овладеть Своей страной и городом-переяславцем В год 971-й Пришел Святослав в Переяславец И вышли болгары на битву со Святославом И была сеча велика И стали одолевать болгары И сказал Святослав своим воинам Здесь нам и умереть Постоим же мужественно Братья и дружина И к вечеру одолел Святослав Взял город приступом И послал к грекам Хочу идти на вас И взять столицу вашу Как и этот город И сказали греки Не в моготу нам сопротивляться вам Так возьми с нас дань И на всю свою дружину И скажи сколько вас И дадим мы по числу дружинников твоих Так говорили греки Обманывая русских И сказал им Святослав Нас двадцать тысяч И прибавил десять тысяч Ибо было русских всего десять тысяч И выставили греки против Святослава Сто тысяч И не дали дани Когда же русские увидели их Испугались такого множества воинов Но сказал Святослав Нам некуда деться Хотим мы или не хотим Должны сражаться Если же побежим Позор нам будет И исполчились русские И была жестокая сеча И одолел Святослав А греки бежали И пошел Святослав к столице Воюя и разбивая города Та, что стоят и до ныне пусты Зная коварство врагов И увидев, что мало у него осталось дружины И многие воины погибли в боях Святослав решил на время заключить мир с греками А затем вернуться на Русь За дружиной И отправил послов к царю В Доростол Ибо там находился царь Говоря так Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь Царь же, услышав это, обрадовался И послал к нему даров больше прежнего Святослав же принял дары И стал думать с дружиною своею Говоря так Если не заключим мир с царем И узнает царь, что нас мало То придут и осадят нас в городе А русская земля далеко А печенеги нам враждебны И кто нам поможет? Заключим же с царем мир Ведь они уже обязались платить нам дань Того с нас и хватит Если же перестанут нам платить дань То снова из Руси Собрав множество воинов Пойдем на царьград И была Люба Речь эта дружине И послали лучших мужей к царю И пришли в Доростол И сказали о том царю Царь же на следующее утро Призвал их к себе И сказал Пусть говорят послы русские Они же начали Так говорит князь наш Хочу иметь истинную любовь С греческим царем На все будущие времена Царь же обрадовался И повелел песцу записывать Все речи Святослава На хартию После заключения мира с греками Святослав отправился на своих ладьях К Днепровским порогам И сказал ему воевода отца его Свенельт Обойди князь пороги на конях Ибо стоят у порогов печенеги И не послушал его И пошел в ладьях А переиславцы послали к печенегам сказать Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной Заправ у греков много богатства И пленных без числа Услышав об этом печенеги Заступили пороги И пришел Святослав к порогам И нельзя было их пройти И остановился зимовать в Белобережье И не стало у них еды И был у них великий голод Так что по полугривне платили За конскую голову И тут перезимовал Святослав В год 972-й Когда наступила весна Отправился Святослав к порогам И напал на него Куря Князь Печенежский И убили Святослава И взяли голову его И сделали чашу из черепа Оковав его И пили из него Свенельджи пришел в Киев К Ярополку А всех лет княжения Святослава Было 28 В 973-м году После гибели Святослава В Киеве стал княжить Его сын Ярополк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok